Я хотел стихотворение о Лазаре и богаче сказать, но его минут шесть надо рассказывать. Я решил о смысле жизни стихотворение рассказать. Вы знаете, один поэт написал такое стихотворение. Между датами рождения кончины, а перед ними наши имена. Стоит тире, тире, черта, стоит знак минус. И в этом знаке жизнь заключена. В ту черточку сместилось все, что было. А было все, и все сошло, как снег. Исчезло, растворилось и погибло, чем был похож и не похож на всех. Погибло все мое, и безвозвратно моя любовь, и боль, и маята. Все это не воротится обратно, лишь будет между датами черта. Я думаю, каждый из нас был на кладбище, и сколько бы человек не прожил, говорят, Мафусал без малого тысячу лет прожил. Адам 930 лет в бытии, сказано, прожил. И без разницы, сколько человек жил, на кладбище две даты. И дата рождения, и дата перехода в вечность. И есть такой, кто учился, получал высшее образование, есть такой основной вопрос философии. Мы верующие люди идеалисты, то есть мы верим, что Бог создал все. Сначала было сознание, то есть Бог, который создал весь материальный мир. Материалисты верят, что была материя, потом произошел взрыв, из этого взрыва хаоса произошла вселенная. И мы люди, ну это лживое еретическое учение. Но даже в христианских странах от детского садика и до университетов почему-то учат. Так, христианские руководители, президенты стран не запрещают это. Мне это удивительно. И, вы знаете, я хотел бы поделиться, перед тем, как я стих стире прочитаю, Я служил в армии, два года, две недели, два дня прослужил. И ко мне подошел с контрразведки капитан в штабе, потому что я был дежурным по военной прокуратуре 6-й вардейской армии, ракетных войск католического назначения, это ядерное оружие. И он говорит, знаешь, тут только два штунды втесались, но 18 тысяч соединений, это две дивизии. Вот ты еще один. И, вы знаете, мне этот один позвонил, говорит, Миша, прийди, я умираю. Его, знаете, забили просто насмерть, сбили на пол и ногами просто запинали. И он говорит, Миша, прийди, я умираю. Я пришел в военный госпиталь, а он всегда за все благодарил Бога. Я говорю, ты умираешь. Он говорит, знаешь, мы тысячи километров от Одессы, и мы родом. Ты мог, говорит, прийти, вот посмотреть, вот посмотри, у меня все лимфоузлы вывалились, вывалились как гирлянды. И вот лимфоузлы, и говорит, у меня нету ни мамы, ни папы, никого. Ты мог бы вот со мной прийти, помолиться. Вы знаете, я пришел к нему, и, знаете, человек всегда за все благодарил. И я думаю, будет ли он благодарить, а потом умирает. Ему считан, и ему 20 лет. Ну, он так вот, знаете, как говорит, я говорю, слушай, я пока Артурой служу, я скажу этого человека лет на 15 закроют, он тебя убил просто. Он говорит, нет, я ему все прощаю, это был чеченец, говорит, мусульманин, он меня избил, ногами бил, бил. И говорит, я его прощаю, я ухожу в вечность. Вы знаете, я шел из госпиталя, плакал, ну, я подумал, как человек, знаете, вот даже вот его избил, он его простил. Потом приехала мама забирать его цинковый хруп. Это очень долгая история, но есть такое стихотворение, его обычно на похоронах читают. Ну, оно в смысле жизни, чтобы каждый из нас задумался, как мы живем. Сойдут на нет житейские дороги, закончим жизнь, когда-то я и ты. В газетах и журналах некрологии, а на могилах свежие цветы. Цветок прильнет к холодному надгробью. И высечены раз и навсегда две даты. И как мостико подобие тире, соединившие года. Тире, черта, штрешок едва заметный. Земная жизнь, начало до конца, все кроется за этим знаком малым. Пустое прозябание, суета, погоня за обманным капиталом, безделье, бесполезность, маята. Что скажет, глядя на тире потомок, зачем ты умер? Или зачем ты жил? Штрешок короткий, незаметный, тонкий. Каким был тот, кто здесь под ним почил? Весь год, читая чьи-то некрологи, задумайся невольно над собой. Проходит жизнь, но как? Всецело в Боге, или как попало с Богом в разнобой? Божественный нектар или снадобье? Давал ты близким и далеким пить? Междатами тире. Твое снадобье, твое надгробье, о чем потомкам будет говорить? Была ли жизнь твоя теплом и светом? И идеалы были ли высоки? Возьмут ли дети их, как эстафету из тихо опустившейся руки? Аминь.